Один из самых сложных и ответственных этапов монтажа нового водовода – соединение полипропиленовых труб между собой. Здесь требуется не только умение крановщика точно разместить нагревающий элемент между трубами, но и с точностью до секунды выдержать время. Ровно через 7 минут и 50 секунд нагревающая пластина удаляется, и рабочие при помощи гидравлического пресса стыкуют трубы между собой. Новая линия водовода соединит Пионерский проспект с центральной водной артерией, которая расположена в распределительном блоке недалеко от железнодорожного вокзала. Длина нового водовода составит более 1 километра. Сейчас рабочие сваривают трубы между собой. Далее – укладка трубы в землю. Она полностью заменит аварийный водовод. Он исчерпал свой ресурс. До сезона надо включать по-любому. Сейчас идет согласование, прокол под дорогой федеральной, федеральное значение. Кожух уже сварен, остается только согласование проектно-смертной документации. Под дорогой будем проходить на глубине 5,5 метров. Это очень серьезно. В Анапе такого еще никто ничего не делал. Масштабные работы ведутся в верхнем GMT. От двух десятитысячных резервуаров прокладывается новый водовод в диаметром 1200 мм. Происходит большая стройка. Стройка века, по-другому не скажешь, потому что последний раз, наверное, такое лет 40 назад делалось. Все в плановом нормальном режиме. Есть, конечно, какие-то там недочеты, немножко недоработочки. Но все это в рабочем режиме устраняется. И я думаю, что в СИЗО мы войдем с новым водоводом, прям с надежной системой водоснабжения в этом плане, в этом пуске именно. Все работы по модернизации водопроводных сетей на контроле у главы курорта Сергея Сергеева. Благодаря личной договоренности мэра с краевой фирмой Краснодар-Теплосети, жители станицы Благовещенской также получат новый водяной ввод. Тем самым решится проблема водообеспечения, которая давно волнует жителей всего сельского округа. Сейчас мы будем подключаться к водопроводу. Буквально сейчас установится погода, неделя-две. К водопроводу Краснодарской фирмы Краснодар-Теплосети. И будем от них запитывать Благовещенскую. В общем, есть предпосылки к тому, что в этом году база отдыха и также жители будут круглосуточно с водой у нас. Спасибо огромное главе. Для меня, как для руководителя водоканала, это будет огромнейшая помощь. Ну, плюс для города вообще. Как бы трудно переоценить все это. Будет новый водопровод 600 у нас летом работать в Витязево, водопровод 1200 и новый коллектор, который лежит по Пионерскому проспекту. Значимость этого реально очень трудно переоценить. Поэтому как бы тут 100% плюс администрация наша сработала. Модернизация анапских водных артерий не прекращается ни на минуту. В ночное время также ведется работа на всех объектах. К началу курортного сезона город будет обеспечен не только качественными коммуникациями, но и бесперебойной подачей воды в нужных для потребления объемах. Субтитры создавал DimaTorzok